Сегодня мы встречаемся с академиком Александром Савеловым-Дерябином дважды человеком года в Соединенных Штатах Америки много вопросов ставит он перед собой и эти вопросы решаются им и как подавить и вывести любую патологию из организма человека и как восстановить здоровье в той комплексной системе удивительной системе, которую он сам разработал Александр Михайлович, Савеловым-Дерябин, вам слово такой вопрос пришел какая корневая система? корневая система такова, что я родился когда еще взрывались бомбы на нашей стране Гитлеровская Германия была уже практически разоружена и побеждена и в те годы, естественно, было очень много зла, безразличия потому что во время войны, естественно, людей приучили к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит просто копейку и мало того, что такое отношение уже людей озлобленных было после войны но немаловажно, что, знаете, голод был страшный просто просто страшнее голода ничего не знаю и вот в это время голодное, конечно, мы выживали как могли кто выжил, тот выжил кто не выжил, тот, значит, ушел из жизни и, конечно, это божий промысел кому-то дается, кому-то не дается вот, несмотря на то, что одна ржавая селедка была, ничего не было в магазинах но я видел в то время, как люди все лучше и лучше, относительно становились жить лучше и лучше появлялись в магазине икра черная, и красная и бывало даже банками ели все но, правда, ничего другого не было хлеба не было вот, и это была большая проблема и вот, понимаете, я потом уже после этого узнал, почему я вот в таком положении нахожу и почему так живу, например, в шахтах, а не где-нибудь в другом месте и я понял, что, то есть нашел концы что мои, мой отец и моя мама в разводе, отец мой враг народа и вы знаете, что интересно вот я помню, я с детских лет уже обслуживал пионерские лагеря вот, когда я обслуживал пионерские лагеря ну, как обслуживал, я привозил туда, на машине уже работал мне было 10-11 лет но я уже, как бы, ездил за рулем ну, рядом, правда, водитель сидел и я разгружал, и грузил, и разгружал всякие продукты это и, значит, цвету, морковь, капуста, там, арбузы и вот я обслуживал, когда, значит, пионерский лагерь я стоял однажды за спальным корпусом и наблюдал, как шла линейка и вот эта линейка идет и во время линейки этой пионеры там докладывают с галстуками все поднимается в флаг все там вместе, девочки, мальчики и вы не представляете, сколько было у меня боли в моем сердце, как я вообще сильно ругал своего отца сильно ругал своего отца, что вот он враг я сын врага поэтому я вот здесь стою за, как говорят, за кулисами а там дети радуются, их награждают они потом идут в поход, значит, в лес там или еще куда а я вот этого не имею такой возможности и помню так, ревел сильно и ругал потом они запели там вдали за рекой вот, и это все осталось на всю жизнь в моем сердце, в моей памяти я решил с того времени обязательно, что я буду петь рано или поздно и вот это состояние потом я узнаю, что, оказывается, отец мой белогвардейский офицер он служил на флоте на Авроре и уже был офицером в то время далекое был офицером царской армии и вот так случилось, что когда как бы пришла революция он, как ни странно, не смог уехать за границу, как другие офицеры ему он, как бы, пришел к Ленину и а француженка, который учил ее французском языку ну, тогда он пять языков изучал знает, знал почти в совершенстве вот она уже с Лениным работала она была, естественно, гувернантом в нашем княжеском угодье и вот, вы знаете она туда его тоже пригласила и вот он, как бы, принял все-таки революцию хотя, конечно, категорически не понимал, как может доярка или там еще кто-то управлять государством кухар это был полный абсурд для него но он хотел разобраться, потому что что-то нужно делать, чтобы не пролилась кровь и так как он знал и Марса, и Ангельсона изусть и все вот, и он, как бы, пришел к Ленину и сказал, что все сделать возможно, чтобы было бескромное революция свершилась то, что произошло, то произошло и сейчас офицеры все бегут из России я, говорит бежать никуда не буду и я останусь в России по-любому ему Ленин представляет то есть он стал первым замполитом Красной Армии стал первым замполитом Красной Армии так получилось, что замполит всему голова и он уже был и там и с коммунистами то есть большевиками и с белогвардейцами и с белогвардейцами они договорились о том что значит он отправит белогвардейских офицеров в Европу и он сделал все возможное для того, чтобы отправить у нас были железнодорожные вагоны вот мы были железнопромышленниками и очень большое количество скопилось поездов в вагонах погрузили людей а значит замполит он был в какой-то степени выше чем командар потому что все на политике строилось и вот если замполит написал вот мандантел не имеет права никто отменить его если например тот который отправляет поезда из стрелки переводит если он перевел стрелку и так случилось что то есть он остановил поезд за одну за один простой одной минуты людей расстреливали вот и поэтому естественно все отдавали честь и поезд прошел прямо в Европу ну за это он знал на что он идет отец за это расстреливали и так и было написано тройкой или пятеркой там я сейчас не помню такой был суд вот что расстрелять но должен был подписывать Ленин и Ленин написал что никаких расстрелов на пожизненную каторгу он должен отрабатывать все на пожизненной каторге и он в Иркутску ехал вот мы потихонечку до шахт добрались и отца конечно спасло то что он у него они дружили с одним печеньком дядя Ваня который у него там в княжестве его работал и он там с ним печки тоже клал и вот он за счет того что клал печки вот в Иркутске он дожил вот так бывает судьба сегодня одна завтра другая ситуация то он как бы князь князей то он пользуется теми навыками которые его научил вот этот рабочий и когда делись уже в Иркутске да и когда люди не понимая что они творят не понимая что они творят и не понимая что они делают ну как бы что вот сейчас говорят вот там были люди которые там эксплуатировали народ все это такая чушь полная то есть если работник хороший любой хозяин носил на руках этого человека работника потому что он делал его доход он делал его богаче всячески и всегда его ну как бы поддерживали давали лучшее всегда ему и так далее поэтому все это было неправда вот именно вот хозяин всегда так поступал вот и вот так вот все естественно шахта естественно работы другой нет в шахте работаешь с 15 лет вот естественно и туберкулез и антрокоз и силикоз и все остальное вот и это естественный процесс я когда в шахте работал не отработал 9 то есть 9,8 отработал чуть-чуть не хватило до пенсии персональной и завал больница выход из больницы и так далее и вот там же пришла вера вера в Бога вот потому что так все случилось что я как бы увидел вот в этом завале когда был что Бог есть и я увидел это но все равно вот такая упрямая натура что я все время сомневался сомневался до определенного момента все время думал ну не может быть стол не может заговорить если я не вижу ничего такого быть не может вот до какого то еще раз повторяю определенного потом я когда тяжело заболел уже здесь в Москве потерял все практически и приехал сюда в Москву и здесь в Москве решил любыми путями поступить в институт и я очень хотел петь и я поступил все таки в институт не с первого раза но поступил в институт имени Игнесиных сейчас академия Игнесиных вот и с горем пополам я его закончил потому что поступало вообще смешно я не знал ни одной ноты я знал только название дорами фасолиси силе соль фамире до и больше ничего и когда я а да когда я работал в шахте я все партии выучил наизусть особенно ну там где бас участвует где басовые партии есть для себя и когда я приехал в институт я все наизусть пел и все были удивлены как то так я могу все вообще знать и мне даже говорят так а может быть ты за маршу споешь а может быть ты за любашу споешь в царской невесте вот а может быть ты за тенора бамелия споешь я говорю мне все равно ставьте ноты и я буду петь вот и таким вот образом значит я поступил но сели мы писать диктант я думаю что диктант обычно как мы в школе писали вот а оказывается что это совсем другой диктант музыкальный и все пишут а я сижу не могу понять чего они пишут там педагог там проиграла и все пишут и вот так вот я конечно попался который кусался я ничего не знаю вот оказывается люди минимум были со школы музыкальной ну с училищем даже музыкальным вот а я вот без всяких образований ну меня взяли несмотря на что потому что у меня был абсолютный слух вот и как бы вот такие знания познания практические вот и я закончил этот институт со второго курса я поступил в большой театр прослушался меня взяли потому что я пять партий сдал готовых потому что абсолютный слух был и память хорошая и когда меня взяли на втором курсе уже института а проработал в театре три с половиной года уже у меня я хожу в поликлинику ВТО вот что интересно хожу в поликлинику ВТО ну казалось бы это самая крутая поликлиника в Москве и мне все время говорят ты не хочешь работать ты тунеядец и в общем мы тебя будем на партком вызывать а я не комсомолец не пионер не тем более партийный я говорю какой партком партийный что ли на партком я говорю ну я не могу партию допеть вот я мокрый все время становлюсь не могу и все вот и когда это все произошло прихожу я в институт сдавать экзамены сдав экзамены то есть для того чтобы сдать экзамены нужно было пройти флюорографию и представьте себе меня ставят на флюорографию и как я был убежден смотрите я врачу говорю флюорографии вы знаете вы сдавайте мне бумагу и все я обследуюсь в лучшей поликлинике в России ВТО прямо у большого театра а врач мне говорит остановитесь иначе вы ничего не получите потому что я знаю эти поликлиники где полы паркетные а врачи анкетные я остановлюсь меня сразу на скорую помощь и увозят на стромумпе 4 в легочной хирургии и вот я провалялся там 4 с половиной года всем делали операции почему потому что ну после операции все уходили из жизни в то время с открытой формой никто не выживал а мне повезло потому что у меня денег не было мне нечего было заплатить я студент вот и вот так случилось что я остался жив я сбежал с клиники я уехал к маме мама начала мне отпаивать корой молодой осины и когда она меня отпаивала у меня было 138 килограмм а я приехал у меня уже было 105 килограмм вот я так похудел постройнел и у меня так лучше намного стало и моя хорошая как бы знакомая которая рентгенолог она говорит ну давай на рентген я на рентген пошел а у меня уже закрытой формы у меня уже не было открытой формы то есть я для этого с этого момента я понял силу растений с этого момента я понял что все эти таблетки которые пил вот так вот две гости как свинья ел я понял что сила растений ни с чем не сравнима ни с одними таблетками и больной головой человеческого сознания которые создают это и вот там уже я понял меня отпустили но из-за этого я получил квартиру в Москве потому что большой театр где я прописан был в общежитии все сделаю для того чтобы меня быстрее оттуда убрать потому что я суперплез вот и я иду в общежитие а мне дают значит повестку приходите получите квартиру ключи я был в шоке я не мог поверить что такое вообще может быть я бездомный бездомный овца которую негде голову преклонить все время жил на на чердаках в Москве вот и вдруг я получаю квартиру вожусь реву и не могу поверить что это факт комната была 20 метров пухня 10 метров это было просто какая-то это здесь да? нет нет это еще было там на соколе потом я поменялся сюда вот и вот такое случилось и я еще больше и больше убеждался что как бы тяжко мне не было но все равно Господь выводил меня на победные рубежи а можно спросить извиняюсь а вот как вы получили эту квартиру все таки это вот очень необычно конечно необычно потому что большой театр а большой театр ну конечно они мечтали о том чтобы я в общежитии не жил с молодыми артистами несмотря на то что вы плохо себя чувствовали все равно они пошли вам да ну во-первых а почему мне выдали потому что они были уверены что с открытой формы я скоро сдохну и так и случилось однажды я сплю два месяца уже прошло я сплю на полу у меня ничего нет я просто на полу ложился и спал в комнате большой я не мог поверить через два месяца еще не мог поверить что это мое жилье вот и вдруг звонок я открываю дверь приходит молодой человек и говорит у меня ордер на эту квартиру я говорю как тут я говорю а вот я вам паспорт показываю что я прописан здесь это как бы мое жилье ну мы сели разговорились он оказался фарменом из Праги ресторана Прага он естественно заплатил большие взятки все такое квартиру но потому что были уверены на сто процентов что я сдохну потому что другого не было вот и вот так вот случилось и потом мы конечно у меня друг был Брумель Валерий Николаевич царство небесное он помог этому человеку получить квартиру справедливость найти потому что он дружил с семьей Брежнева значит министр значит Чурбанов Чурбанов был да и тогда все это дело быстро быстро решили все и этот человек получил то что он заплатил и я остался в своей квартире потом поменялся сюда вот и мы стали более плотно дружить с Валерием Николаевичем Брумельем великим олимпийским чемпионом и таким образом как бы с театром было покончено надо было выходить из этого состояния вот открытая все равно закрытая форма но все равно туберкулез поэтому я начал искать ходы и выходы я через своих коллег по вокалу меня привели к Виталию Васильевичу Караваеву великому биохимику на те времена вот и как бы я начал служить ему верой и правдой сидел в библиотеках я был книжник я сидел в библиотеках день и ночь у меня там подружка была моя вот и мы доставали любую литературу для Виталия Васильевича я мол мыл полы там все дел у него вот ремонтом занимался и так далее то есть мне нужно было сначала выздороветь вот что и произошло у меня уже не было туберкулеза принимая Виталия Васильевича рецепты и снадобья которые готовила Маргарита его сожительница потом так случилось что ему негде было жить он с Маргаритой как-то разбежался а это еще до Баландины было да или это Баландина нет нет это уже после Баландины нет это после Баландины после того да когда он сидел в психушке мы его оттуда вытащили как вы его оттуда ну это нельзя говорить это нельзя ну расскажите Александр Михайлович не надо ничего мы должны немножко говорить чуть-чуть да значит ну вытащили из психушки я не расскажу как это все очень было нарушение всех законов ну и хорошо уже время прошло срок давности ничего страшного вот и когда вот это все произошло он жил у меня здесь на четвертом этаже у нас было не обустроено у нас было две кровати такие с сетками мы как бы в одной комнате проживали вот ванна была на кухне тогда помню все было не очень удобно но жили год и семь месяцев он здесь прожил вот естественно много каждый день беседы разговоры Виталий Васильевич был очень крутого характера вот ничего против если ты скажешь одно слово то ты все будешь испепелен вот просто испепелен ну каждому свое кто-то поворачивался уходил вот сейчас ко мне пришла там Тамара Пресс она толкала ядро на трехкратная олимпийская чемпионка и он уговорил меня чтобы это еще там было на на таганке где они были в однокомнатной квартире он говорил чтобы я ее привел но так как я в спорте всю жизнь был я ее хорошо знал я говорю Тома пошли вот великий человек да зачем мне это он здоровая такая тетя мой дай бог вот и да нет не нужно потом когда это было смешной такой случай незабываемый Виталий Васильевич но после этих всех 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 мужик и всего остального был такой худой худой прям кожи и кости и конечно выглядел старше намного своих лет и он мне рассказывает он так вот любил так показать он говорит я из любой старушки сделаю молодушку да это его присказ да такая присказка у него всегда была она прямолинейная такая женщина говорит ты тебя ты похож на кого посмотри Коще бессмертный вот она такая здоровая крепкая тетя вот что ты болтаешь Виталий Васильевич терял за время ну я там такого он не ожидал все всегда все в рот ему смотрели и вдруг приходит ну я Тамару вывел и говорит пошли пошли а то сейчас тут будет ураган такой что уедет вот ну он вывел там потом вот это было так смешно потому что он действительно положил себя на на плаху науки и все делал через себя он входил в атомный реактор он что-то не делал ну ну такой человек он все пока тысячу один раз на себе не проверит вот я взял я взял это его пример и то же самое все делаю все что угодно это и сам себя наношу все любой препарат который я делаю я сначала проверяю все тысячу один раз на себе потом на животных а потом уже на людях то есть сначала до клинику потом клинику вот и тамара пресс недавно звонит Санечка привет привет ей 83 года вот она открыла клуб олимпийским чемпионом и в общем сейчас там все олимпийцы у нее вот вот я тебя приглашаю давай вот все на открытие там туда сюда ну и конечно пришла по здоровью со своим доктором а доктор ее сестра родная вот и вот сейчас мы с ней занимаемся и она к вам обратилась ну да ну да после стольких то лет стольких лет вот так вот проходила вся жизнь наша вот и за 40 лет служения я чего только не увидел чего только не понял и конечно пришел к тому что сейчас убедился в том что вообще на Руси под палку кинь и ты попадешь талантливого или гениального человека даже то есть только людей талантливейших гениальных и моя сверхзадача сейчас объединить это это направление чтобы у нас побольше было людей которые каждый делает свое дело например я создал ему на корректор всю жизнь я 17 лет на это положил и создал ему на корректор который корректирует эту систему я категорически против стимуляторов